здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами поговорим о том что же делать с вином после снятия свинного камня вы меня спрашиваете при какой температуре лучше хранить и вообще что с ним дальше делать ну первое его можно пить на хотя и хотя и до винного камня его тоже можно пить мы об этом уже с вами говорили неоднократно сейчас показываю пару кадров то здесь уже снято с винного камня сейчас показываю вот сам винный камень какой он там был и потом поговорим что дальше вот смотрите как это выглядит светлое вино слилось и вот по стенкам винный камень такой вот песочек и там смотрите сейчас мы даже посмотрим вот вот это кристаллики то есть да она здесь выглядит как кашица но она идет именно по стенкам на то есть такая вот как оболочка видите она остается да если мы будем переливать через горло то конечно чуть-чуть попадет вот видите насколько что по стеночкам размазалась но большинстве своем но вот так будет на стенках и нарастать вы смотрите другой пример вот прям вот как складочки такие идут вот нам более темном вине будет красная тоже будет такой вот но немножко он цветной и смотрите интересная штука она сейчас холода видите вот они где-то еще здесь зависли и когда шевелю вот 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 видно вот здесь начинается движение вниз то есть частички утяжеляются но он еще здесь не до конца выпал еще еще надо было бы чтобы постояла чтобы не было потом вот тех помутнений о которых мы как-то с вами говорили свинного камня я сняла недавно буквально вам показывал пару дней назад эту бутыль и показывал что при занесении с холода балкона тут просто термометра есть до было 4 градуса и так чуть-чуть затвор был сдвинут а сейчас он сдвинулся еще больше это правда немножко другое вино ну потому что я переливала и смотрите я поставила затвор точнее он был здесь и что мы видим я кстати когда ручку ставлю на самом деле хуже видно посмотрела на камере вино работает казалось бы я когда его выносила на балкон ничего не было затвора были развернуты в обратную сторону а тут об очки и она работает о чем это говорит это говорит о том что какие-то процессы у нас там еще идут но на самом деле сахара там уже давно нет значит яблочно-молочные бактерии вот они так себе шалят при том что когда вот вам рассказывал про яблочно-молочное брожение мне кажется что я там говорила сроки брожение при по моему 20 градусов порядка трех недель но это я уже не знаю сколько долго долго она на всем этом стоит но смотрите да что получается затвор работает что делать в таком случае у меня два варианта если бы у меня был подвал я бы никуда не спешила 10 12 14 градусов классная температура я бы туда отнесла в принципе хорошо поставить затворы если уже затворы ставить не хочется просто иногда проверяйте пробки то есть вот закатывать в банке герметично закрывать на 20 литровых и на 10 литровых бутылях вот эти вот пробки винтовые их конечно можно закрутить но периодически ходите проверяйте потому что эти пробки очень классно трескаются но очень жалко потому что на самом деле вещь удобная либо я иногда использую вот такие силиконовые пробки и можно либо ну вот эту пищевую пленку наверх или под низ либо пакетики я использую тоже тянула снизу то есть пробочку в пакетик и туда либо сверху можно пакетик надеть чтобы ну как бы прикрыть это отверстие то есть вариантов несколько потому что вот наглядно она все-таки бродит если я сейчас вынесу на холод она тоже будет бродить но очень очень медленно и может там бродить крайне крайне долго даже смотрите расскажу вам историю буквально вчера была у меня последняя бутылка антония великого урожая прошлого года который я разлила в марте месяце и казалось бы ну там до до марта это все стояло на балконе прошлая зима была теплая но такая прохладная то есть по идее сильно холодно не было температуры могли способствовать тому что все уже должно было завершиться там уже все затворы по останавливались и представьте я открываю бутылку наливаю в бокал очень легкая газация очень легкая очень маленькая но тем не менее она есть то есть какие-то процессы даже тогда в марте еще немножечко не завершились вот так бывает я специально вам это рассказываю на своем опыте потому что вот все время вы спрашиваете когда разливать бутылки не спешите вообще через год можно разливать бутылки а все остальное время там вот-вот может что-то идти что я буду делать сейчас с этой красотой повторюсь если бы у меня был погреб и я например планирую что-то вино я пока не употребляет не буду мне никуда спешить не надо я бы его опустила в подвал и она бы там затворчиком она бы там миленько себе дображивала в моем случае подвала нету значит варианта два либо оставить в квартире либо вынести на балкон если процесс идет то зачем мне сейчас выносить его на балкон свинного камня я сняла с осадка я сняла но раз какие-то процессы идут значит я его еще оставлю в квартире до тех пор пока у меня затвор опять не остановится полностью и тогда я опять его перемещу в прохладу либо либо если бушу у меня была возможность подвал я бы поддержав например в тепле чтоб ускорить эти процессы но что яблочно-молочное брожение оптиму 18-20 градусов я бы поставила в погреб но поскольку погреба нету могу пользоваться и либо балконом либо квартиры поэтому сейчас она будет пытаться дображивать а потом пойдет на балкончик еще несколько охлаждаться хотя напомню камень выпал все уже вроде бы как должно было завершиться но увидите не завершается поэтому не спешим и частый вопрос ваш что если у меня вино бродит очень долго два три месяца четыре что мне делать ничего оставьте его в покое оставьте его при той температуре при которой ему бродить оптимально и с розливами тоже не спешим потому что вот я вам привожу пример прошлого года казалось все должно было завершиться они тут вот так бывает при этом я даже не исключаю ситуации что у меня еще может потом на холоде вновь какой-то немножко винный камень выпасть потому что напомню о чем мы с вами говорили в прошлом видео когда я рассказывал про стабильность что выпадению винного камня способствует яблочно-молочное брожение соответственно если она еще продолжается значит потом еще и камушек теоретически какой-то выпасть может ну выпадет так выпадет будет необходимо снимать с осадка мы снимаем с осадка а сейчас я вам сказала что если увидели брожение идет значит либо при комнатной либо в подвальчик ну там просто дольше все будет идти на холод назад выставлять не надо потому что незавершенный процесс все равно когда-нибудь завершится но это будет очень очень долго и тогда когда вам не совсем это будет удобно но на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты до новых встреч